Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о транспирной работе ведущих команд России и сосредоточимся на московском ЦСКА, в состав которого в ближайшее время вернется японский легионер Нисимура. Хотя все больше слухов о том, что в Москве он не задержится и сразу полетит дальше на восток в Японию родную, чтобы вернуться здесь в свой собственный, можно сказать, родной чемпионат. Ну, любопытная получилась география. Начинал, получается, он вторую часть сезона в Португалии, потом отправился в Москву, а потом еще и дальше в Японию. Знаете, здесь любой великий путешественник позавидует, даже Васко де Гамо или кто-нибудь еще. Но если отбросить шутки в сторону, то здесь, конечно, одна только печаль, ведь ЦСКА в этом трансфере явно прогадал. Нельзя назвать это прям каким-то суперпровалом, потому что за Нисимура платили не такие большие деньги. Но, если посчитать вместе с его зарплатой достаточно приличной, если учитывать то, какие надежды многие связывали с этим футболистом, то, конечно, становится обидно. И давайте обсудим, есть ли хоть теоретические шансы у Нисимуры все-таки остаться в московском армейском клубе, ведь официально пока что о его переезде в Японию не объявлено. И если он все-таки уедет из ЦСКА, то с чем связан трансферный провал и неудачные выступления японца в России? Европейские чемпионаты ушли на карантин, и футбольный болельщик спросит, что же теперь делать? Ответ прост – поиграть в виртуальный футбол в замечательной онлайн-игре «Футбольный легион». Идеальное хобби для настоящих мужчин – это полноценный виртуальный футбольный мир. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни – тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании – пару матчей в неделю, а кому мало – для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок – живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Итак, касательно нынешней ситуации в ЦСКА, многие скажут, что на фоне игры Чалова в последних встречах даже не Симура может стать неплохим усилением. Ну и во всяком случае он способен активизировать процессы ротации. Ну и хоть какую-то конкуренцию навязать, потому что здесь на остея наступления зачастую даже и не появляются уже классические центрфорварды. Напомню, что не так давно армейцы вообще вышли с Сигурдсоном формально на позиции центрального нападающего. То есть не было у них чистого форварда впереди. Это, конечно, говорит о многом. Об очень серьезном кризисе на остея атаки. И не Симура, кто бы что о нем ни говорил, он все-таки парень талантливый. Это было заметно по многим эпизодам. Многие, которые следили за тренировочным процессом ЦСКА, рассказывают мне в комментариях, насколько он хорош. Я же всегда куда больше упирал на его статистику, потому что он смог забить 4 мяча в России за 934 игровые минуты. То есть формально матчи он провел много, но вот именно игровых минут получилось мало. И в результате его эффективность выходит очень серьезной. Почти каждые 220-230 минут он отмечается забитым галешником. Это, знаете ли, цифра впечатляющая и говорит о том, что он способен приносить пользу. Мы помним, как он забил в дерби с Динамо и спас команду в концовке встречи, где, казалось бы, ЦСКА уже проигрывал. Поэтому здесь совсем уж говорить о том, что он бревно-бревном, не стоит. Конечно, это не новый Хонда, это не какая-то суперзвезда, но это был добротный футболист, который мог бы хотя бы составить конкуренцию и ротацию такому нынешнему Чалову, непонятному, откровенно, который сейчас на старте второй части сезона смотрелся просто инертно. Короче говоря, здесь Нисимур мог бы усилить армейский клуб, но у меня есть сомнения в том, что он все-таки вернется именно в ЦСКА. Я думаю, что его отправят в Японию и попытаются выжать максимум финансов для того, чтобы хотя бы отбить часть тех денег, которые были вложены в трансфер этого японца. Почему я не верю в его возвращение? Во-первых, он вообще провалился в Португалии, вот полностью. Он выступал за средненький клуб Портимененци и там отметился всего двумя матчами в основном составе. Один начал с первых минут, другой вышел на замену. То есть здесь мы видим, что он, прям скажем, не зажег. При этом, конечно, не отметился ни голами, ни голевыми передачами и вскоре был приведен в дубль этой команды. Вы понимаете, парень, который недавно выступал в дубле португальского клуба, вряд ли сможет усилить ЦСКА. Если хотите взять дублеров, то лучше возьмите отечественных россиян из дублирующего состава самих армейцев. Это будет хотя бы более-менее логично в контексте будущего лимита на легионеров. Поэтому сейчас Ниссимура вряд ли сможет реально усилить команду. При этом, напоминая, он легионер, о чем я только что заметил и в контексте будущих сезонов. Потому что логичнее уж сейчас наигрывать молодых российских ребят каких-нибудь из второго состава армейского клуба, чем ждать, что Ниссимура неожиданно заиграет. Я напомню, сейчас он вернулся в состав и стал седьмым легионером у армейцев. И таким образом это может стать проблемой для лимита, который, начиная со следующего сезона, будет 8 футболистов в заявке. Добавьте к этому то, что у Ниссимура достаточно серьезная зарплата, и держать такого футболиста мертвым грузом нет никакого смысла. Повторяю, уж лучше подтянуть молодежку из собственного дубля. Ну и в целом Ниссимура, как мне кажется, не особо подошел нашему чемпионату в плане стилистики. Очень часто было заметно, что ему не хватает физухи для нашей достаточно атлетичной российской премьер-лиги, что при этом его не совсем понимают партнеры. То есть это тот самый момент, когда, возможно, футболист и неплохой, но оказался в не самом подходящем коллективе, в не самом подходящем чемпионате. И еще и в не самый удачный момент. Потому что, когда он пришел, Чалов раскрылся как настоящая суперзвезда, и конкурировать с ним хотя бы за какие-то крохи игрового времени было бесполезно. Чалов выходил во всех практически матчах, забивал голы, и здесь никакого смысла его менять не было. Чалов молод, он способен играть почти весь сезон без замен, потому что молодые ноги, нетравмированные, готов бегать, готов пахать. Поэтому здесь шансов у него особо не было. Тем более, что и другие футболисты, атакующие группы, вроде того же самого Влашича, тоже не вызывали сомнения своей игрой. И в итоге Ниссимура провел всего 934 игровые минуты за 20 с лишним матчей. Что, конечно, говорит о том, что он получал считанные там крохи игрового времени в концовке встречи. Ну и если говорить о том, почему Ниссимура не заиграл, почему он так и не смог показать себя в России, и вот, опять же, конкуренция с Чаловым, то, что Федя настолько сильно провел предыдущий сезон, это тоже, конечно, важнейший фактор. По большому счету, Японцу, конечно, давали какие-то шансы, но они были слишком редкими. А нападающие, это все-таки личности творческие, такие немножко ветреные, их выведешь из зоны комфорта, и все, они могут растерять все свои навыки. Даже великие форварды, не чувствуя доверия со стороны тренерского штаба, не чувствуя уверенности в своих силах, могут проваливаться просто оглушительным образом. Вспомните Челси, сколько там великих нападающих просто, знаете, сдали, дальше некуда. Как Шевченко и тот же самый Фернандо Торрес. Хотя, казалось бы, вот гений настоящие нападения, а там не забивали. Потому что вот были выбиты из колеи. Не подошли к команде, психологически не чувствовали уверенности, и вот, пожалуйста, проблемы все эти перенеслись на футбольное поле. То же самое, отчасти, возможно, сейчас и с Чаловым происходит. Короче говоря, здесь, мне кажется, Ниссимор действительно просто оказался в не самый подходящий момент в ЦСКА. Было бы, возможно, по-другому, не было бы Чалова такого сумасшедшего в прошлом сезоне. И Ниссимор на стое атаки забил бы там мячей 10, а сейчас в этом сезоне мог бы раскрыться. Но история состолгательного наклонения не терпит. Также есть серьезная теория, связанная с тем, что он подписывался как часть будущей сделки по подписанию Дуана. Дуана — это один из самых перспективных японских футболистов. Айцо Дуана, который сейчас выступает за ПСВ. И многие думали, что Ниссимор появился вот для того, чтобы в дальнейшем упростить адаптацию для, возможно, главного подписания ЦСКА в ближайшие годы. Потому что Дуана — это игрок очень интересный, очень талантливый. И на него в ЦСКА, по всей видимости, делали серьезную ставку, но не сложилось. Кстати, если говорить о японцах, важным фактором является то, что Ниссимор пришел сразу из Японии. То есть, например, если вспоминать Хомду, то у него было несколько достаточно интересных отрезков в футбольном клубе Венло в Голландии. Тот же самый Дуана, который мог перейти в ЦСКА, он на тот момент выступал за Гронинген из Голландии. Поэтому здесь ребята были более-менее адаптированы к европейскому футболу. А это серьезный момент для японского футболиста. А вот Ниссимора с корабля на балл сразу приехал в Россию, что, конечно, несколько осложнило для него адаптацию в нашем чемпионате. Насколько это важный фактор, можете посмотреть того же самого Хонду. Первые полгода, которые он провел в Японии, он пришел по ходу зимнего трансферного акта в Венло. Он не то чтобы провалил, но провел слабо. 14 матчей, 2 мяча, 0 голевых передач. Согласитесь, не очень. А вот последние полгода, для сравнения, перед отъездом в ЦСКА, у него было 20 матчей, 8 голов, 8 голевых передач. То есть сравните, как этот японец играл сразу после переезда в Европу и как после этого раскрылся в заключительные полгода своей голландской карьеры, уже переходя в ЦСКА в качестве звезды. Вот, собственно говоря, и показатель того, что японцам нужно адаптироваться. Это, кстати, проблема не только для них, про бразильцев тоже самое говорят, но вот здесь мы видим на примере Нисимура, что футболист, поехавший сразу из Азии к нам, это не всегда стопроцентный шанс на успех. Ну и в общем, я думаю, что здесь армейцы в ближайшее время продадут данного футболиста и скорее уж сосредоточатся на внелимитных игроках, которых здесь в ЦСКА достаточно много. Белорусский бомбардир появился, российский по-прежнему есть, уж лучше выжать из них максимум, чем надеяться, что Нисимура внезапно сейчас все-таки заиграет. Тем более, после неудачного периода еще и в португальской лиге. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале, он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Всем удачи, всем пока!